Согласно легенде, много тысяч лет назад чудо-птица предупредила самого праведного человека о грядущем потопе и посоветовала спрятаться в тыкве. Переждав потоп, человек вышел из плода и решил посадить его семена. Тыквы размножились, а в них вместо семян зародились люди. Так появились два народа – Кхмерский и Мон. Они и поныне живут в Лаосе и Камбодже. Как использовали тыкву индейцы? И почему она была главным атрибутом свадеб? Тыква стабилизирует артериальное давление и увеличивает приток крови к органам, в том числе и к тем самым органам. Как связаны тыква и сумрачное зрение? И почему тыкву надо есть детям? В них содержатся вещества, которые парализуют нервную систему гельминта и позволяют ему выйти из организма. Зачем в тыкву вкручивают лампочки? И как можно использовать тыквенные цветы? На юго-востоке Азии из цветков тыквы делают супы и салаты, а еще используют их для косметических масок. С тыквой всегда ассоциируется что-то хорошее, доброе и позитивное. Даже в сказках она – герой положительный. Так чем же привлекает людей этот удивительный и ни на что не похожий плод? Мы привыкли видеть тыквы оранжевыми и желтыми. Но оказывается, существуют еще белые, зеленые, красные и даже серые тыквы. Все зависит от того, где они растут. Растут они везде, кроме Антарктиды. В начале прошлого века русская экспедиция во главе с ученым-генетиком и селекционером Николаем Вавиловым нашла дикие тыквы на севере Африки. Все заговорили, что Африка и есть родина тыквы. Однако большинство ученых это предположение отвергает. Центром был Китай, Индия. Но не менее того, существуют археологические данные почти трехтысячелетней давности о том, что тыква была и в Мексике. Задолго до начала нашей эры перуанские индийцы не только ели тыкву. Они использовали ее как корыто и купали в ней детей. А еще вялили мякоть и плели из нее коврики. Можно сказать, что тыква была первым овощем для карвинга – искусство вырезания по овощам и фруктам. Что из нее только не делали. Тыквы вот такого плана чаще всего из них делают вазочки. То, что в принципе, чем мы сейчас занимаемся. Вазочки делали и в Древнем Риме. Для этого тыквы выращивали в специальных деревянных формах. А в Китае на больших праздниках еду и напитки подавали в тыквенных чашах. Там же, в Поднебесной, делали первые тыквенные фонарики. Фонари из тыквы, кстати, изготавливают до сих пор. Вот из таких вот тыкв здесь внизу пробивается, здесь кладется лампочка. И очень хорошо смотрится такая тыква, когда она используется для освещения ресторанов. А вот на Руси тыкву ценили исключительно за вкусовые качества. Появилась она в 16 веке и сразу стала популярной у крестьян. По праздникам почти в каждой избе на стол подавалась тыква чиненная. Бралась достаточно крупная тыква, у нее отрезалась верхушка, начинялась мясом рубленым, мясорубок тогда не было рубленым, просто фаршем, с луком, со специями. Крышечка закрывалась, отправлялась в печь. И через полтора часа вы получали абсолютно яркое, вкусное, ароматное блюдо, аналогов которого, пожалуй, трудно найти в нашей истории. Самое удивительное, сортов тыквы не так уж и много, а видов всего три. Первый вид – это тыквы декоративные, их не едят. Вот эта тыква – это лагинария. Вот она специально выращивается чисто для красоты. Естественно, конечно, из этой тыквы можно вполне сделать графин. Помимо декоративных тыкв, есть тыквы для скота – кормовые. Если коровы едят свежую тыкву, то свиньи – только вареную. Ну а мы едим столовые сорта. Причем мало кто догадывается, что из небольших тыкв получается самая вкусная каша. Вот чисто семечки, есть и такое применение тыквы, то выбираются такие сорта типа волжская серая. Восковая тыква, она способна лежать до одного года, не теряя своих каких-то лечебных и диетических свойств. Все знают, что тыква растет на земле. Оказывается, не всегда. Китайцы придумали весьма оригинальный способ выращивания этого плода. Их подвешивают, как виноград, допустим. Большое количество получается именно мякоти. То есть под собственную весу она вытягивается и не дает образования вот этой полуо места, где скапливают семечки. Привычный для нас размер тыквы – полметра. Ее средний вес варьируется от 500 граммов до 10 килограммов. Но есть и тыквы-гиганты. Самая тяжелая тыква выросла в США. Ее вес – 700 килограммов. Если ей нужно дать огромную такую массу продукта, она должна пить особенно много. В древности даже делали таким образом. Ставили рядом с тыквой ведро. Простыню скручивали в веревку. Одним концом обматывали тыкву, ее стволы – стебли. А второй – опускали в ведро. Таким образом питание, вода и добавленные минеральные элементы с этого ведра хорошо поступали в тыквенные растения. Сегодня огородники обычно выращивают 3-4 больших тыквы. Этого вполне хватит, чтобы обеспечить семью на год. А есть тыкву необходимо постоянно и не только в сезон. Оказывается, тыква помогает поддерживать организм в тонусе, замедляет процесс старения, выводит холестерин. Еще она влияет на зрение, причем даже лучше, чем черника. И все из-за содержания каротина. Каротина в тыкве в 5 раз больше, чем в моркови и в 3 раза больше, чем в говяжьей печени. А вот интересный факт. У многих водителей слабое сумрачное зрение. То есть в светлое время суток дорогу они видят прекрасно. Но в сумерки глаза заполняет пелена, появляются непонятные тени. Оказывается, это проявление нехватки витамина А. Как быть? Ешьте тыкву. Там содержится провитамин А, бета-каротин, который только лишь при определенных условиях, то есть наличие совместного приема жира, то бишь сметаны или, например, растительного масла, действительно может преобразоваться в витамин А и оказать свое великолепное целебное действие. Мало того, тыквенный сок – прекрасное снотворное. Всего полстакана этого целебного напитка быстро успокаивает нервную систему, хорошо настраивает на сон, а главное – избавляет от ночных кошмаров. Тыква – это один из самых богатейших источников огромного количества микроэлементов, в том числе цинка и селена, пожалуй, это два самых главных минерала для сперматогенеза, что непосредственно влияет на плодовитость пары. Поэтому в обычаях многих стран есть такой вот элемент – дарить тыкву на свадьбу, что является таким символом плодородия. Не только мужчинам, но и женщинам надо обратить внимание на этот овощ и включать его в рацион, особенно в критические дни. Обычно при болезненных ощущениях во время предминструального синдрома рекомендуют лёгкие диуретики, то есть лёгкие мочегонные, в том числе это тыква. Рекомендуется за 3-4 дня до начала, предполагаю, менструации перейти на такую тыквенную диету. Ещё тыква, а точнее тыквенные семечки – прекрасное средство от морской болезни. Так что берите семечки в путешествии и грызите на здоровье. Кстати, тыквенные семечки хорошо снимают и токсикоз у беременных. Тыквенное масло содержит в себе большое количество стеролов, ситостеролов, фитостеролов, которые необходимы для, собственно, синтеза женских половых гормонов, например, витамина Е. Поэтому тыква очень полезна беременным женщинам, которые ожидают малыша. А вот борьба с лишними килограммами с помощью тыквенных семечек – это миф. На самом деле они не снижают, а прибавляют вес. Дело в том, что семена абсолютно любые, тыквенные, подсолнечные или кедровые, и мы будем перечислять до бесконечности, это второй по калорийности, по чемпионству в калорийности вообще продукт после растительного масла. В 100 граммах тыквенных семечек содержится 600 килокалорий. Еще один секрет. Оказывается, наша печень не любит красные и оранжевые продукты, поэтому лучше есть тыкву после термической обработки. Часто в кулинарной практике тыква сочетается с достаточно жирными блюдами, с мясом жирным, с бараниной, например. Почему? Дело в том, что тыква содержит в себе большое количество вещества под названием карнитин. Карнитин – это азотистое вещество, которое способствует транспорту жира через мембраны и таким образом способствует усвоению жирной пищи. То, что тыква прекрасно сочетается со всеми крупами, не секрет. Зато мало кто знает, какая связь существует между тыквой и огурцами. В тыкве есть растительный пепсин. Если мы зачистим тыкву от мякоти и засолим в ней огурцы, они будут гораздо вкуснее тех, которые приготовлены в стеклянной банке. А еще в тыкве заваривают латиноамериканский чай «Мате». Благодаря такой посуде напиток придает силы и способствует замедлению процесса старения. Четыре тысячи лет назад в Китае из тыквы сделали духовой инструмент шен. Музыканты подыгрывали на нем певцам, выступающим перед правителями династии Джоу. Но и это еще далеко не все. Из тыквы делают циновки и мочалки. Во время войны из этого плода даже изготавливали фильтры для двигателей и прокладки для солдатских касок. Ну и, конечно, какой Хэллоуин обойдется без фонаря из тыквы с вырезанной страшной рожицей. Но мало кто знает, что такая тыква называется «фонарь Джека» или «светильник Джека». Хэллоуин уже давно один из самых любимых праздников в западных странах. А сейчас празднование Дня всех святых потихоньку добралось и до нас. И все-таки для россиян тыква прежде всего остается символом долголетия, семейного счастья и главное богатства. Поэтому забывать про этот овощ никому и никогда не стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова